итак всем привет с вами топкай а перед началом этого видео я прошу подписаться если вы вдруг по какой-то причине еще не подписаны поехали начинаем мы играть за францию французскую коммуну если быть точнее в кайдер шизу я здесь уже поиграл за многие страны но я подумал было бы неплохо поиграть нам за каких-то еще социалистов интернационалистов понятно что они верят на социалистов здесь есть и синекалисты и тоталисты и почему не выбрать для этого францию который как частки и является в этом мире лидером интернационала верно так что да почему бы нет и пойдем мы наверное по пути вот сюда якобинцев налево если там все просто будет а вроде как не сложно справа мне здесь не понравилось нам здесь отбирают 5 процентов и на бездна населения так как-то слишком жестко царь реальность имеет какой-то огромный путь очень долгий а муклотра революция очевидно анархист не то так как я хочу именно просто какой-то левый экспириенс так сказать начинаем сразу с фокусов вот сюда идем до т.п. получим здесь 5 здесь 5 это конечно потом пройдет ну это потом экономическая политика на скорее всего будут кооперативы потому что здесь есть опять-таки 5 н.п. комбинировать вот этот бонус с этим мы принципе получим 10 стабильности еще 5 с военной экономикой 0 ладно достаточно прост ну и здесь там достроим туда-сюда туда-сюда военная политика у нас вот это вот будет офицерская единственное надо смотреть чтобы случайно с религии не пришли к власти из-за этого я надеюсь у нас еще будут варианты где выбрать не с религии и по флоту я думаю мы пойдем просто в подлодке скорее всего этот фокус я до войны брать не буду посмотрим но так как у нас флот на самом деле очень бедный а в кайзершизе у французской республики флот огромный то есть ну не столько огромный сколько качественно здесь очень много именно линкоров больших кораблей и на что мы могли бы его снова победить построив авианосы там туда-сюда но но с чем на британии если бы я играл наверно то на франции можно зачериться я думаю так что что поехали вперед к мировой революции сразу развиваем центры обучения будем нашими шпионами работать я бы даже попробовал бы может быть психологическую подождите логическая война пом должна была увеличивать дать видимо поменяли тогда не так приятно в общем-то поддерживать свою партию я хотел бы других странах возможно приводить рабочих к власти мирным путем но это если получится но вообще вряд ли от нас лорная так сказать запись лорный вентик что республика закончилась побеждены немецким оружием и мы решили французской коммуне наконец и правильно керенского убили ничего не поменяли и так вот после нас из британии пригласил нашего лидера подождись к нашего лидера нет лидера сори лянзов кей и вот нам рассказывать про сори лянзов но мы не к ним идем осмотреть у нас был конгресс но не смогли мы до сделать подраздели что это ну да окей у нас глава правительства теперь комитет и так понял плюс 15 политики от приятно что здесь еще есть командные способности стоимость производства пехотного значения топки это очень круто выглядит и здесь уже вообще неплохие бонусы но может есть что-то и лучше мы этого не узнаем из менять кабинет так просто никто не может и вот они якобинцы ко мне кто будет бороться эту мертвую идеологию о мы будем и так выборы выборы кандидаты интернационалисты общинная армия мы хотим идти в офицерскую инициативу потому что это дает бонусы просто к пехоте 5 атаки 5 защиты остальные как бы ну не сильно мне интересны бонусы честно говоря так что сюда и идем давайте-ка сори лянзам даем немножко власти но не слишком а у нас готовы местные центры обучения можем завербовать германии шпиона но завербуем сразу как сможем и параллельно думаю можно криптологию пищать параллельно мы тоже строим фабрики но видите немножко конечно надо будет сейчас подавать фабрик на постройки но что поделать и общая информация все остальное в якобинцев просто внутренняя безопасность тоже якобинцы а вот и экономические вопросы как я и говорил пойдем мы вот сюда здесь вот этот еще путь выглядит не таким плохим население стоимость расходы фабрики военные заводы но опять-таки 5 нп на дистанции и ячейки и фабрики это получше будет так что оперативы нас все говорят неплохие стартовые танки двадцатки с нормальными статами 6 штук и думаю именно ими мы будем добровольцами воевать везде где только сможем а нам нужно будет это делать мы ведь хотим мировую революцию продвигать верно и также у нас есть немножко морпехов которые мы наверное просто удалим и немножко горнострелков которые кстати говорят тоже мы наверное удалим на что их все равно она будет делать больше скорее всего переобучать если мы захотим их использовать битки если понятно что скорее всего вот сюда куда-нибудь да в италию швейцария может быть австрии тут повоевать ими целом можно поэтому может быть еще их и сделаем с нас будет свободное на это время опыт остальное все идет пехоту переделаем в обычную пехоту вот этих ребят не обстрелянных я поудаляю и переобучу их просто вот так потому что не стесняйтесь удалять свои дивизии на старте если у вас нет конечно войны и просто переобучать их это дешевле вы не тратите на это тогда ресурсы конечно если у вас какие-то очень обученные дивизии если вы поменяли и там есть хотя бы обычные тогда можно этого делать но иначе не стесняйтесь их удалять так иностранные вопросы мировая революция у нас такой вот вопрос стоит вот нас все кабинское большинство и мы должны поставить либо генерала либо товарища кашена слушайте хорошо просто в чем разница я вижу уже что у нас там всех видите меняются марсель становится власти то давайте наверно марселя и поставим но вроде вроде да вроде особо ничего не меняется окей серии получается дипломат права зовут вот этот пареньком и станет сейчас у власти наш морис до марис тарас меняет себя стена и валя революцион и уже началась война в китае нужно не тормозить а сразу отправлять туда добровольцев наших в виде танков конечно же можем две дивизии целые отправить о конев старого а есть у нас кто-то не сильно прокаченный но танковый генерал надо поискать и да вот этот парень но опять таки хотелось бы чтобы он вообще был не прокаченным ну ладно хотя бы так главное просто опыт накачать авиацию отправить не можем но хотя бы две дивизии главное что доехали путь по ним и сделали на 5 нп давайте даем еще до 2 до 5 темп и потом может сюда пойдем посмотрим хотя вообще наверное в экономическую политику я взяты нп пошел тоже но сейчас поближе будет здесь взять пятерку терку тут кайф аккабинская реформация партия с идеологией тотализм будет называться коммунистическая партия франции это я понимаю только 20 тапки вы за что меня забрали куда-то я не очень понимаю но ладно начинаем сразу лон германии и ждем пока добровольцы доедут до китая и тут без особых проблем хотя как блин горы конечно такую некоторые проблемы все таких случаях имеются но атаки урагов нету поэтому не страшно сейчас будем фармить здесь нам опыт и помогать конечно же нашим ребятам побеждать зритель конскит реструктуризации еще стабильность нас отнимают блин ну ладно она хотя бы вернется на стабильность неделю есть хотя бы да нормально и популярность там все еще пригодится потом итак выбор города организатор спартакиады давайте во франции конечно бежон этот выбор куда слушайте то давайте наверно в париже просто еще думать счет с минус стабильность господи как же душно отпуск вкт ну ладно я так понимаю кабинцы самые тут радикальные поэтому они распускаются что можно и все под себя подминают ну что-то сказать ну ладно сникализм в польше неприятные вещи для рейхс пакта поистину неприятное если можно будет им как-то помочь я бы им помог но особо наверное пока нельзя только если войне добровольцев править конечно вот и калибровка экономики стабильность и самое главное еще минус тнп так это у нас что конгресс состоится хорошо и мост ли выбрал выбран в британии отлично было бы очень неприятно если бы британия пошла по контрреволюционному пути и избавилась вот интернационалистов военные беспорядки то хватит просто празднуем день труда плюс тапка и начался первый конгресс третьего интернационала поехали и все делегаты прибыли плюс стапка отлично я думаю всякие выставления я пропущу потому что они не сильно влияют на все просто все ребята обсуждают что да было бы круто блин вести интернационалисты привести к власти и так смотрите коленблюм и народный фронт там объединились всякие не те не те левые так сказать нет мы их вы придадим суду ведь мы идем краски в рабе спера они в ленина так что без без ленинских всяких и винтиков уж те роль женщин отнимает стапку потом вот вот сюда не нужно ничего сделать так что новую женщину стабильность не надо отнимать в нашей стабильной державе очевидно и ставим концерн на скорость 30 вроде здесь ничего прям получше нет вот это может потом сменить но пока точно плюс 15 красе строительство фабрика это приятно и встречу на ход отлично тоже и вот закончился у нас первый конгресс рабочие мира уже объединяются говоря здесь есть этот баг на черт возьми снабжение дивизии несмотря то что как бы технические у меня тут есть порт типа они могут снабжаться они все еще считаются окруженными всегда но смотрите-ка можно помочь индогитайским ребятам конечно за 30 политки всего лишь все что вам нужно все вам предоставим или брака экономики есть отлично можно вот это все понажимать но нет на во первых интересно ищик взять и скорость исследований но впервые еще нам важнее темп конечно так парижский процесс так они арестованы за измену нет конечно же казнить этих предателей это что это видимо что за там бухтят люди интересно всями революция это интересно не в нашу сторону революция а здесь захватили варшаву слишком там все быстро произошло мы даже не успели до добровольцев закинуть но можно там быть конечно интернационалистами рабочий фронт подогон запрашивает у нас ресурсы давайте мы отправим все что можем ну и наши добровольцы потихоньку потихоньку но помогают я думаю их надо будет вернуть чтобы они за реинфорсились потому что здесь они не реинфорсится и потом мы сможем продолжить здесь наступление а наша поддержка реально нужно будет потому что первых ребята они уже победили не мы здесь конечно вайп 0 м дивизии но тем не менее все еще я думаю преимущество да очень на стороне на киской клике и я посмотрю у нас ресурсов очень много двух а сторон все вообще нету поэтому почему бы не поставить свободную торговлю это нас бустанет солидно и потихоньку начать копить опыт армии плюс но в принципе баф эти нам полезны вот здесь вот тоже будут и как я и говорил дивизии мазидабили войска можно временно вернуть на реинфорс сша кертиса выбрали президентом не знаю на какой путь это они идут там в россии пока что еще не до конца понятно что происходит но как будто тропецкой я не помню на самом деле одна пока пока что пока что я не могу сказать что там происходит там все может поменяться любой момент пока о норвегии радикальный социализм я уже чувствую как они к нам скоро войдут и также путинка подкачиваем самолеты потому что я бы их тоже хотел начать строиться пораньше чтобы у меня но было что воздух поднять к войне а вот и собственно говоря не хотят присоединиться к нашему альянсу как я и говорил то они к нам зайдут и очень быстро и все политики можно помочь вот этим ребятам британцам я думаю это надо мы не увидите у нас будет группа ланстр интернационал это как раз таки по моему по исследованиям то есть нас будут балафы за исследования друг другу даваться это очень надо хотя дивизии кстати говоря не фулз ринфорси шины но я думаю мы сделаем просто вот так сменим их эти дивизии полная и вот их отправим обратно в гаммедань почему бы нет по промышленным фокусом с евреям уже дошли к тнп давайте сюда выйдем кстати я вам хочу рассказать немножко про вот этот бы давайте посмотрим что он будет всякие такие смешанные бонусы 3 процента населения 10 пополнения это очень сильно здесь палитка там какие-то очистки вот это все как обычно шифрование с говоря до шифрования это тоже очень солидно и здесь счетная ячейка то есть у нас будет принципе их 6 и производства скорее строительства приятно но самое крутое вот здесь здесь тоже очень большие бафы на все скорость самон строительство опять-таки исполнение эффективности тоже куча я бы один этот баф уже оценил тут есть цель сопротивление минус две сотни что это значит ребята это значит что сопротивление для него будет открыть меня за оккупаться территории оккупированных что в теории в теории если правильно понимаю как это работает то у нас в принципе не будет сопротивление расти это звучит как-то ну уж очень сильно честно говоря посмотрим тоже везде макс эффективность то поддержка войны туда-сюда общем-то промышленность нас пахнется с этого тоже очень солидно так что мы создать вот это делаем вот эти фокус еще на промку делаем исследование наверное исследования до этих фокусов сейчас перейдем сюда потом уже я думаю пойдем по этим фокусом и блин промышленность наша ожидается очень мощный о нефтяной вопрос смотрите-ка у нас нету топлива да да и нам дается от неплохой такой баф на темпы исследования призываться прирост топлива точнее горящего от нефтепривающих заводов плюс семьдесят пять процентов про строительство плюс 20 запад горящего плюс 40 это же просто безумие это безумно сильно да мы конечно себе этику тогда построим это что мы в теории скорее всего смогли бы просто покупать все это но если раз нам даются такие бафы то почему бы не выйти на полную независимость по топливу а вот дивизии снова прибыли сюда нового мы начинаем наши военные действия здесь этом как обычно я планирование вот так вот все ты бонус начинаются бои на самом деле не очень приятные для наших союзников таких вот там ополчение против нормальной пехоты но в целом вообще никак неплохо кдп побеждает на выборах в россии блин видимо что либералы придут в власти посмотрим ведь евразийство пошло пошли евразийцы прикольно да это я так понимаю партия дп евразийство это все таки так понимаю да они пойдут в либеральную россию россия либералов посмотрим что из этого выйдет и так раночный социализм есть я вот все думаю нам нужна еще одна ячейка или нет технически технически прямо сейчас наверное нет поэтому давайте все таки пойдем в промку скоро строительство добавим это всегда приятно вот здесь ты помнишь решение на промку здесь еще ресурсы на самом деле только нефти интересно но вот еще тут эти три фокуса наверное я возьму инфра наверное не знаю чем выглядит не так плохо но не уверен я и так аляска стала независимой здесь я так понимаю полностью а здесь начинается классическая женская война ничего собственно говоря нового только подождите новой англии не получить не появилась вообще судя по всему да она наверное бы уже отделилась но это не точно но наверное должна потихоньку мы тут пушим тяжко немножко но пушим на селе в собой это по моему нам разблокирует сейчас швейцарский фокус вот этот но может не сейчас но скоро и что самое крутое эти дивизии вновь не окружены и вновь получают снабжение господи как это приятно на самом деле вот это американская гражданская война подъехала до новой англии не произошла канада произошла там победа просени крестов в романдии то нужно я думаю поддержать конечно же нет новая англии все-таки выделялась ничего такого здесь и говоря начинается полноценная война только вот эти ребята делали перемирие остальные все воюют на самом деле обычно вот эти ребята тоже как будто в перемирии находятся часто и вот эти тоже ну пошла заварушка а мы должны я думаю помогает сразу вот этим и нужно будет наверное удерживать вот здесь максимально как мы сможем фронт чтобы случайно не оказаться ответственным от снабжения ведь нам нужны порты плюс конечно было бы очень хорошо запушить вашингтон там сразу как можно быстрее поэтому поехали даже еще одной авиакромта сможем отправить это конечно кайф ландрия атаковано но мы наверное не сможем помочь осознаем так вот еще так надо сделать чтобы работали ну-то типа мы тут от добровольцев пока пошлем там уже все закончится это неинтересно нам уже вот еще одна спартаке ада точнее не еще одна а ребенок началась видимо в прошлый раз для именно этого года ее и планировали но окей и мы прибыли синдикалисты давайте поможем сразу я вижу здесь дивизики до окружения надо конечно же и добивать я думаю тухачевском можно уже качать потому что никто нам не будет помогать никто в россии не восстанет и поэтому они все еще будут нам помогать да отлично этого здесь сейчас успешно закончатся запущен потом вот этот участок и затем пойдем на вашингтон думаю с нашими танками синдикаты должны очень успешно здесь начать воевать ведь здесь все воюют ополчением иначе закон о военных мерах он надо идет и так понимаю в жестких милитаристов этих точнее авторитаристов я бы сказал итоге спартаки а ты мы победили прекрасно стабильность видите как растет и даже никто не вспоминает про чистки вообще на этой победе спартаки я бы наверное и закончил нам еще предстоит много сделать но самое главное якобисты уже пришли к власти ромка у нас уже очень уверенно строится всего 15 нп фабрики тампуются как надо германия вон там а черного понедельника только отходит конечно мы не так достроим их фабрик как нам хотелось бы быстро но достроим а потом и военочку поднимем потом и туда-сюда и вот мы и в берлине а с вами был гэм подписывайтесь если вы еще друг не подписаны лайк комментарии ребят твич дискорд все как обычно до скорых встреч пока